Всем привет, с вами Джео, это 100% гайд по переназначению управления в игре Fronter Pilot Simulator. Помимо видео я еще сделал Steam руководство, ссылку на него я оставлю в описании к видео, используйте его обязательно. Перейду сразу к теме видео и расскажу про переназначение клавиш. Если вы только начали играть в FPS и нашли это видео, мой вам совет, переназначайте сразу управление, пока вы не привыкли к текущему. Этот гайд вам очень упростит управление, а также взаимодействие с интерфейсом игры. И еще хотелось бы напомнить, что на данный момент игра находится в разработке, поэтому со временем управление может измениться и данный гайд уже будет неактуален. Начну я с кнопок главной тяги, по умолчанию увеличение тяги это клавиша Space, а уменьшение Left Shift. Сразу меняйте, увеличение тяги устанавливаете на левый Shift, а уменьшение на левый Ctrl. Это самое удобное расположение тяги, одной левой рукой можно спокойно контролировать тягу, тангаж, крен и рысканье. А правой свободно управлять игровой камерой. Следующее, что нужно сделать, это удалить две кнопки из действия под названием тангаж для всех режимов. Зачем сделали эти дублирующие кнопки, мне вообще непонятно. И каким способом этот тангаж управляет кораблем, мне тоже непонятно. Сейчас попробую объяснить. Тангаж для всех режимов полета отлично работает по нажатию кнопки W и S. При этом в вертикальном режиме полета, в режиме вертолета, если сказать проще, происходит движение благодаря смещению реактивной струи двигателя. А когда аппарат находится в режиме самолета, то тангаж происходит за счет элеронов. Теперь про управление тангажом при помощи этих дублирующих кнопок. В вертикальном режиме по нажатию на эти кнопки аппарат начинает медленно двигаться. Причем как он это делает, мне непонятно. При этом в режиме управления двигателя уже не смещаются, и получается аппарат начинает двигаться за счет элеронов. И вот как он это делает, если нет набегающего потока на плоскость крыла, мне не ясно. Или возможно это движение за счет смещения центра тяжести или работы геродинов, непонятно. А в режиме самолета эти дублирующие кнопки делают все то же самое, что и W и S. Да, они управляют элеронами. В общем, это дублирующее управление здесь совсем не нужно, удаляйте эти кнопки спокойно. Следующие две кнопки действия, крен для джетпака самолета, удаляйте их тоже, они вам не нужны. Что-нибудь полезное на эти цифры можно назначить. Проще говоря, в режиме вертолета эти кнопки позволяют вам смещаться влево и вправо. Скажите полезная функция, а вот и нет. Для этого есть отличное действие под названием сдвиг влево-вправо в режиме WPP. Причем здесь режим WPP мне вообще не ясно. А вот для смещения перед посадкой эти кнопки идеально подходят. Спрашивается, зачем тогда здесь крен для джетпака и самолета. Поэтому удаляйте эти кнопки. Вообще, чем больше вы тут ненужного удалите и переназначите, тем сложнее вам будет запутаться и проще освоиться в игре. Теперь переходим к переназначению системных кнопок. Кнопка переключения режима полета по умолчанию F, меняйте ее сразу. Еще говорят, что управление в этой игре сложное. Да, конечно, оно будет сложное, когда у тебя кнопка переключения режима полета находится рядом с кнопкой выпуска шасси. Да, хоть здесь шасси выпускаются автоматически при приближении к земле, зачастую все же приходится выдвигать их вручную. Я назначил изменение режима полета на кнопку 1. Вы же можете выбрать любую другую удобную для вас кнопку. Еще обратите внимание на то, что на старте у вас не будет крыльев, которые дают этот аэродинамический эффект и позволяют парить аппарату с выключенными двигателями. Но кнопка, которая переключает режим полета, у вас будет работать. И, честно говоря, не зная, в какой режим она переключает, пока на аппарате нет крыльев, наверное, в режим падающего камня. Ведь именно в камень превращается ваш аппарат после того, как вы нажмете на кнопку F. Поэтому, пока вы не выполните пару контрактов и не купите первые крылья в ангаре для вашего аппарата, забудьте про самолетный режим полета. Тем более, что стартовый остров очень маленький и большая скорость здесь вовсе не нужна. Да, я только спустя время заметил, что при переключении режима полета ничего не происходит. Просто отключается удержание тяги, поэтому аппарат превращается в камень. Режим дополненной реальности, кнопка V, тут у меня претензий нет. Очень часто в плохую видимость приходится пользоваться этим режимом, чтобы не врезаться в поверхность. И с кнопкой V это возможно сделать, не убирая руку с кнопок управления. Функция фиксированной тяги это то, что вы будете использовать всегда. Надеюсь, разработчики доработают этот режим, потому что каждый раз при смене режима полета этот режим фиксированной тяги сбивается и его нужно включать заново. При выходе из ангара, кажется, тоже этот режим выключается автоматически. Вообще, это такой режим, который должен быть всегда включен. И если была бы такая возможность, я бы включил его один раз в настройках игры и больше бы не трогал. Так и кнопка не нужна вовсе. Но все же есть один вариант, не использовать режим фиксированной тяги, но эту фиксированную тягу удерживать. Для этого понадобится джойстик с рудом. Я таким пользуюсь и про кнопку Caps Lock уже забыл. Но не упомянуть эту проблему я не мог, потому что большую часть времени я играл все же на клавиатуре, как и все, кто смотрит это видео, скорее всего, тоже будут играть на клавиатуре. А значит, вы тоже столкнетесь с этой проблемой. Следующая кнопка, это кнопка с закрылками. По умолчанию ТАП, здесь на ваше усмотрение, но во всех авиасимуляторах за закрылки отвечает кнопка F, прямо рядом с выпуском шасси. У меня закрылки тоже назначены на кнопку F. Следующее действие, на которое по умолчанию не назначена кнопка, это действие заглушить двигатели. Очень полезное действие, назначите кнопку и вам не придется каждый раз при посадке сводить тягу в ноль, чтобы двигатели заглохли самостоятельно. Скорость вашего взаимодействия с наземным персоналом для зарядки и обслуживания корабля ускорится многократно. Если сразу при касании поверхности, вы будете нажимать на кнопку выключения двигателей. Ну и, конечно, нужно научиться приземляться в нужное место. Тут, честно, не знаю, что вам посоветовать. У меня на выключении двигателей назначена кнопка X. Но вы лучше не рискуйте. Я даже не знаю, что забиндить на это действие. Можете написать свои идеи в комментариях. Все остальное здесь меня устраивает. Воздушный тормоз активируется на всем привычную кнопку B, как в DCS World и во всех других авиасимуляторах. Также я крайне советую вам запомнить расположение трех кнопок. Все они расположены рядом друг с другом. Это T, Y и U. Открыть и закрыть дверь грузового отсека. Поднять предмет земли в отсек и выложить предмет из отсека. Запомните это и будете экономить кучу времени на стоянках. И последняя вкладка, которой я хочу уделить внимание. По умолчанию начало взаимодействия или подтверждение выбора действия происходит по нажатию кнопки Enter. Я вам советую заменить эту кнопку на кнопку Clear, цифра 5 на NumPad. Но следите, чтобы кнопка NumLock была выключена. Для полного результата нужно вернуться в предыдущую вкладку и там найти действие взаимодействия с объектом. И тоже изменить на кнопку Clear, то есть цифра 5 на NumPad. Такое расположение кнопок даст вам возможность взаимодействия с интерфейсом игры без использования мышки. Это безумно удобно. Правой рукой вы используете 4 кнопки на NumPad для перемещения по меню, а также подтверждаете выбор. Вам не нужно тянуться к Enter, все на NumPad. Кроме единственной кнопки отмены это Escape. Но ваша левая рука будет всегда на клавишах управления, поэтому для нажатия кнопки отмены понадобится всего одно действие. Сразу приучите себя использовать кнопки, а не мышку, в этой игре это проще и намного удобнее. В итоге получается, что из кучи кнопок осталось только самое полезное и нужное для управления. Если видео оказалось полезным, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой телеграм-канал, где я публикую актуальную информацию о новых видео. Не забывайте про подписку на этот основной канал. Спасибо за просмотр, с вами был Джео, всем пока.